Здравствуйте! Это наш Новосибирск. Программа о том, как сделать комфортной жизни в своем доме, во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Как Новосибирская ГЭС готовится дать отпор большой воде? Много ли управляющих компаний поплатится за свою недобросовестность благодаря обязательному лицензированию? И какие идеи помогут оживить сферу ЖКХ? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Новосибирск. К поводку, которая ожидается в середине апреля, уже готова Новосибирская ГЭС. На случай беды там создали аварийно-спасательные бригады и проверили систему оповещения. К тому же на станции модернизировали почти все гидроагрегаты. Огромные турбины, отслужившие свой срок, меняют на новые, более надежные и мощные. Масштабные работы требуют ювелирной точности. Мы наблюдали за процессом. Вот так одну за другой на Новосибирской ГЭС меняют турбины. Они прослужили полвека и за это время устарели и физически, и морально. Мощные краны сначала поднимают колесо весом в 170 тонн, а затем опускают на монтажную площадку. Демонтаж занимает полтора часа. Чтобы вытащить отслужившую турбину из этой шахты, потребовалось участие 20 человек и очень тонкий расчет. Только представьте, во время всей операции зазор между лопастями турбины и стенками этого огромного цилиндра должен быть максимум 8 мм. Сейчас шахту готовят к установке гидроагрегата нового поколения, уже пятого по счету. Его запустят в октябре. Чтобы успеть к сроку, рабочие трудятся круглосуточно в две смены. Камеру рабочего колеса установят. Это по сути кольцо из нержавеющей стали, в котором будет крутиться лопасть. Пустоты между основным бетоном и кольцом камеры рабочего колеса заполнят штрабным так называемым бетоном. На новом рабочем колесе вместо четырех лопастей пять. Такие установки заметно мощнее предшественников, а значит дают больше электроэнергии, которой станция может быстро поделиться с любым районом города в случае аварии на ТЭЦ. Но не только. Общая модернизация оборудования на Новосибирской ГЭС сделает ее и более стойкой в период половодия. Чтобы, например, включить генератор из резерва, включить генераторную работу, необходимо затрачивается три минуты. Если срабатывает аварийная сигнализация, системная, и включает автоматический генератор, для этого требуется одна или две минуты. Мы выполняем работы по внедрению автоматических систем управления верхнего уровня АСУ-ТП станции, что позволяет минимизировать участие человека в управлении технологическим процессом и, соответственно, повышает надежность работы всего комплекса оборудования. Уточненный прогноз синоптиков гидроэнергетиков не пугает. Подсчитано, станция способна справиться даже с потоком воды скоростью 22 тысячи кубометров в секунду. Такая аномалия может произойти только один раз в 10 тысяч лет. Тем временем полностью очистили от снега лишь чуть больше половины городских дворов, подверженных подтоплению. Нерадивым управляющим организациям уже выписали более полутора тысяч предписаний штрафов на 4 миллиона рублей. Кратковременные морозы отсрочили опасность подтоплений. Однако из-за сменяющих их оттепели снова нависла угроза сверху – сосульки. Работать быстрее управляющие компании заставляют не только штрафы, но и грядущие лицензирования. Остается всего месяц на то, чтобы закрепиться на рынке ЖКХ. А к 1 апреля жилищники, по идее, должны были сдать экзамены на опров пригодность и получить специальный аттестат. Все ли успевают заскочить в уходящий поезд? О предварительных результатах – член лицензионной комиссии Новосибирской области Светлана Суворова. Светлана Павловна, насколько я знаю, к 1 апреля этого года все руководители управляющих компаний должны были сдать экзамены. Все ли успели? Из 600 человек успешно сдали экзамен 416, а 92 человека были направлены на повторную аттестацию. Поэтому вот еще эта неделя у нас еще будут идти квалификационные экзамены. Но те, которые сдавали экзамен, в общем-то, показали довольно хорошие результаты. Вот какие рекорды были? У нас было всего 2 человека, которые сдали 100%. В основном, основная масса руководителей сдает на 92, 95, 98, 99%. Были также те, кто у нас сдали очень быстро. То есть не успели сесть, уже практически выходили. То есть 5-7 минут. Светлана Павловна, многие считали, что тот самый день Х – это 1 апреля, до которого все руководители управляющих компаний должны сдать экзамен. Все-таки есть какая-то дата конечная, неусловная, конечная, когда все должны быть с аттестатами? Кто не получил, тот опоздал. Конечно, в законе у нас написано, что до 1 апреля управляющие организации должны подать заявление на лицензию. А это значит, уже должны руководители получить квалификационный аттестат. Но тем не менее, у нас сейчас получается порядка 142 компаний уже подали на лицензию. Процесс все время меняется. Сейчас вот прям бум идет, ажиотаж подачи заявлений. Но наверняка останутся те компании, которые не успели или по каким-то причинам не подали заявление и не сдали экзамен. Вот что будет с ними? Что будет с ними? Во-первых, такие руководители, конечно же, если управляющая компания планирует дальше работать, скорее всего, им придется расстаться с должностью, со своей. Наверное, там будут какие-то замены у нас руководителей по управляющим компаниям. Ну а управляющие компании, они, конечно же, должны получить лицензию, потому что после 1 мая деятельность без лицензии, она запрещена. Аслана Павловна, а чисто технически Вы можете принять экзамен у всех оставшихся руководителей управляющих компаний и специалистов? Ну да, у нас, получается, на этой неделе еще будут три дня по сдаче экзаменам. То есть, соответственно, у нас теоретическая возможность сдачи есть, просто люди не всегда сами являются на экзамен, получается, приходится переносить даты. Ну, я так понимаю, те сотрудники, руководители управляющих компаний, которые уже получили тот самый аттестат, они вступили в процесс лицензирования. Да, как сама процедура проходит? Значит, предварительно Государственная жилищная инспекция у нас проводит проверку на соответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. Они проверяют, во-первых, то, что управляющая компания должна быть зарегистрирована исключительно на территории Российской Федерации. Потом руководитель не должен иметь судимости, не должен находиться в реестре дисквалифицированных лиц. Проверяется также, естественно, наличие квалификационного аттестата, обязательное явление, и раскрытие информации. Есть те, кто не раскрывает эти пункты, да? Есть некоторые недочеты, есть некоторые вопросы, которые недостаточно раскрыты. То есть, соответственно, как раз по этому пункту у нас большинство и таких задержек по проверкам, естественно, делаются какие-то замечания, предписания, соответственно, они устраняются. Если устранены в сроке, то, соответственно, ГЖИ готовит мотивированное предложение о выдаче лицензии. Если не устранены замечания, соответственно, они готовят об отказе предложения. А вот эти мотивированные предложения уже поступают в лицензионную комиссию. А лицензионная комиссия их рассматривает. Вот у нас из 10 вот этих претендентов, получается, 9 получили лицензию, один не получил и будет рассмотрен на следующей комиссии. Вот многие эксперты говорили, что именно накануне завершения процесса лицензирования собственникам будет гораздо проще уйти от своей недобросовестной направляющей компании. Ну, своего рода юриев день для жильцов. А действительно ли это так? И многие ли собственники воспользовались такой возможностью уже сейчас, на этом этапе? Государственная жилищная инспекция уведомляет орган местного самоуправления, они уже уведомляют собственников о том, что их управляющая организация подала заявление на лицензию. В этот период собственники могут провести собрание и принять решение либо об отказе от управляющей компании, либо о выборе иного способа управления. И у нас уже такие прецеденты есть, что несколько домов отказались от управляющей компании в пользу ТСЖ. Светлана Павловна, а вам не кажется, что сам факт грядущего лицензирования заставляет управляющие компании сейчас работать лучше, чем обычно? Конечно, сейчас управляющие компании дисциплинировались. Естественно, сейчас приводятся в соответствии с нашими нормами и правилами, ну, стараются они как-то соблюдать эти нормы и правила содержания жилых домов. Чтобы понравиться и комиссии, и собственникам. Ну да, потому что все равно, конечно, процедура лицензирования, она очень такая серьезная вещь, да, и волнительная, вот, и ответственная. Поэтому, естественно, наши управляющие компании стараются сейчас работать лучше, удовлетворять запросам собственников. Ну, окончательные результаты будут уже после 1 мая. Тогда и проверим, кому помог такой подход получить лицензию, остаться на рынке ЖКХ. Я думаю, после этого мы с вами и пообщаемся. Спасибо большое, что пришли в студию, спасибо за ваши разъяснения. А я напомню о предварительных результатах лицензирования управляющих компаний мы говорили с членом лицензионной комиссии области Светланой Суворовой. Заглянуть в будущие сферы ЖКХ попытались эксперты со всей России в Новосибирске. В технопарке, что само по себе символично, обсудили федеральный проект под названием «Умная ЖКХ России». О том, что это такое, первыми могут узнать именно новосибирцы. Наш город рассматривают как одну из пилотных площадок для реализации стратегии. В ее основе идеи, собранные в течение нескольких месяцев. О том, как же будут оживлять и наделять разумом сферу ЖКХ, в нашем материале. Собрать воедино множество предложений и сделать сферу ЖКХ лучше – такова идея инициаторов проекта «Умная ЖКХ России». Эдакий межрегиональный мозговой штурм. Его назвали модным словом «форсайт». Эксперты признаются, по сути, это нужно было сделать еще 10 лет назад, когда принимали нынешний жилищный кодекс. Но еще не поздно отмотать время назад и начать все заново. Вы знаете, я все больше убеждаюсь, что у нас на сегодняшний день, как говорят наши коллеги в Татарстане, нет собственника. А если более точнее говорить, то у нас нет подготовленного собственника, который действительно занял бы именно то положение, в котором он должен находиться. Но не только это тормозит развитие отрасли, уверены участники круглого стола. Они ставят знак равенства между эффективностью ЖКХ и современными технологиями. Увидеть тот потенциал информационных технологий, который на сегодняшний день стал сопоставим по эффекту с потенциалом технологий инженерных, но в десятки раз дешевле стоит. Особенно если дело касается экономии ресурсов. Простой пример. Можно разом отремонтировать все трубы в городе и увеличить энергоэффективность на треть. Но того же эффекта быстрее и с меньшими затратами можно добиться с помощью IT-технологий. Например, если следить за состоянием коммуникации по монитору компьютера. Подчинить электроники предлагают не только городские коммуникации, но и жизнедеятельность отдельно взятого дома. Такие примеры в Новосибирске уже есть. В некоторых домах уже давно собирают показания приборов учета с помощью компьютера. Когда появились мобильные телефоны, мы считали, что это только для избранных. А сейчас они у каждого. Точно так же должно и произойти с сервисом в наших многоквартирных домах. Дальше больше. Не за горами и время, когда общие собрания собственников из подъездов переместятся в интернет. И голосование будет электронным. Такую возможность уже предоставили законодатели. К тому же вовсю разрабатывают общероссийскую систему ГИС ЖКХ. Сайт, где собрана вся оперативная информация об управляющих организациях страны и домах, которые они обслуживают. В ближайшее время мы сейчас техническое задание. Согласовываем со всеми заинтересованными властями в Сибирской области. Будем заниматься разработкой такой большой, увязывающей многие направления, интересной системы области ЖКХ. Чтобы развивать все эти технологии, нужны немалые средства. За 15 лет в отрасль необходимо вложить в три раза больше денег, чем вкладывается сейчас. А это триллионы рублей. К тому же инициаторы проекта не исключают, что на их предложение должно отреагировать правительство, Госдума и президент. Иначе многомесячный мозговой штурм окажется бесполезным. И последнее. Участники ежегодного фестиваля «Золотая капитель» предложили, как обустроить площадку вокруг театра «Глобус». Она, кстати, далеко не первый раз приковывает внимание архитекторов и урбанистов. Теперь шарик возле театра предлагают дополнить вот таким кубиком. Эта концепция вошла в десятку лучших работ «Золотой капители». Трехэтажный арт-объект собран из модулей, каждый из которых разобщается и собирается. Если концерт, можно сделать диваны, если выставка, стенды, а для посиделок в кафе можно быстро организовать столы. Этот арт-объект не только выставочный центр, но и прекрасная смотровая площадка. Вместо скамеек архитекторы предлагают использовать ступени, а также добавить цвета. И на этом у меня все. Задать свои вопросы и предложить темы для следующих выпусков программы вы можете по телефону редакции 346-5003. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю в это же время.